Уважаемые дамы и господа, поздравляю вас с началом нового 5783 года от сотворения мира и с началом второго месяца этого года месяца Хэшван. И сегодня с Божьей помощью мы продолжаем наш замечательный курс. И я просто напомню, что за предыдущие циклы мы из многих недельных разделов рассмотрели половину, больше половины, иногда даже все параграфы. И сейчас мы будем приверживаться немного другой концепции. Мы пойдем по Торе, по всему Пятикнижию, наверстывая те лакуны, заполняя их, которые у нас остались из предыдущих курсов. В первую очередь это касается тех недельных разделов, на которые вы подали праздники, либо какие-то оказии, когда наши уроки не проходили. В том числе, в первую очередь, я хочу сказать про недельный раздел Beresheet, из которого мы немного рассмотрели, но немного и не рассмотрели. Ага, вот и Samsung. Да, прошу вас. Мы гостям хорошим рады. Так, и сегодня мы рассматриваем третий параграф, Перек Гемелл, из книги Beresheet, из недельной главы, которая тоже так называется Beresheet. Здравствуйте, Samsung. Мы знакомы с вами? Вы знаете, как проходят наши занятия? Вопрос вот в чем. Мы по очереди читаем пофразно. Я читаю первую фразу, потом микрофон переходит Анне, потом обычно Тимофею и так далее. Вот, если вы готовы участвовать, пожалуйста, милости просим, если вы готовы и читать, и переводить, естественно, я подстраховываю. Да, пожалуйста, если... Да, вы включите микрофон, когда подойдет ваша очередь. Так, начинаем, начинаем. Так, одну минутку. Вот так вот я, наверное, сделаю, да. Итак, брешит Перек Гемелл, да. Итак, я перевожу. Нахаш, Нахаш – это змей, да. Здесь он назван змеем. Каким он был на самом деле, есть разные догадки. Вплоть до того, что я слышал вариант, что это был один из динозавров. Но что следует напрямую из текста, что это было существо более духовное, чем человек, и тоже обладавшее свободой воли, в отличие от ангелов. Да, иначе, если существо не само принимает решение, как ему поступать, его невозможно наказать. Да, кто виноват? Если мною управляют, у меня нет возможности поступить как-то иначе, то, соответственно, нет и наказания. Так, итак, что у нас, что нам говорит Тора? Змей этот был Арум. Арум обычно переводят как хитрый. Совершенно поразительно, что в предыдущей фразе, то есть в последней фразе предыдущего параграфа, параграфа второго, да, это же слово Арум, да, использовано в другом значении. Арум значит обнажённые, да, что они были голыми, а что они одеты. Так, слышу, слышу чьи-то чужие звуки. Пожалуйста, проверьте, что микрофоны все были выключены, кроме тех, кроме того, кто сейчас говорит. Сейчас говорю я, так? Так, но здесь слово Арум всеми понимается как именно хитрый, да, потому что в значении голый, конечно, это не проходит здесь, да. Из всех хаят хасады, хаят от слова хай, живые животные, из всех живых существ полевых, так, ашераса хашемалуки, который сделал Всевышний Бог, Бог Всевышний, и сказал женщине. Что значит здесь слово Аф? Оно означает только или хотя. Хотя, что, хотя, как точно это слово привести? Аф, обычно переводят хотя и сказал, или несмотря на то, что сказал Всевышний. Не кушайте от всякого дерева сада, и здесь обрывается его речь, потому что по суфу Пет, вторая фраза, уже приводит нам слова женщины. Так, Анна, в вашу очередь, прошу вас. Хаят хасады, еще говорят, это дикие животные так назывались. Ну, если быть точным, да, 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 слова хая, это животные дикые, в отличие от БГМА, животные домашние, да. Ну, хаят хасада, подчеркнуто, что полевые животные, да, то есть дикие. Да, спасибо. Так, Анна, да, это? Да. Так, ватомер аиша или нахаш, неприец аган нохэль, все. И сказала женщину-змею, от каждого дерева сада мы кушаем, можем... Да, нохэль, да. Обратите внимание, спасибо, Анна, все правильно. Вот это вот слово имеет корень алиф, хав, ламич, что значит кушать, да, потому что есть близкое слово, с которым иногда его путают. Нохаль, это мы сможем. А нохэль или нохаль, иногда это мы будем кушать, да. То есть разрешено, да, то есть поймало его на, ну, скажем, непонимании, если не сказать, травяный лжит. Да, правильно. Гимель, Тимофей, наверное, да? Да, Гимель. Приводим. И от плода дерева, которое внутри сада, сказал Всевышний, и не будете кушать от него, и не прикоснетесь до тегу, к нему. Тент мутун. Тент мутун. Ла мут мавит, да? Да, вижу. Иначе умрете. Иначе умрете. Это чтобы не с оттенком, ну, нежелательности. Да, совершенно верно. Тигу, Тимофей, знаете, какой корень здесь? Корень нокея. Ну, он выпадает первой корневой, да. Поэтому иногда инфинитив говорят лагаат, иногда линегоа. И то, и другое уместно. Спасибо, Тимофей, все правильно. Так, Далит, Далит, кто возьмется? Анну, вы можете? Прекрасно, вы кто? Подождите, подождите, подождите. Нас Людмила читает, потом уже все остальные. А, понятно, понятно. Слушаем Анну в этом отношении, подчиняемся ей. Спасибо. Да, Людмила. И сказал змей женщине, не умрете смертью. Да, совершенно верно. Спасибо, Людмила. Вот эти два слова, мод и темутун, да. Здесь используется один и тот же корень. Смысл в чем? Смысл, что повторение показывает, что усиление действия. То есть, в точности не умрете. Но на русский язык невозможно это перевести адекватно, поэтому иногда просто повторение. Не умрете смертью. Да, верно. Так, хей, пожалуйста, чья очередь? Ну, ты, Игорь, теперь, Игорь хотел. Пускай Игорь читает, значит. Да, прекрасно. Так, ну, так как... Знает Бог, как в день, когда от Него съедите, поедите от Него. Когда съедите вы, точнее, от Него, да. Когда съедите вы от Него, не в киху, покех, ну, откроются глаза. Именно так, да. Тихо, и не в киху, откроются глаза ваши. Вы аиде и будете, как боги, знайте тоф и ира, и зло. Да, добро и зло. Знающими добро и зло. Да, 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 совершенно верно. Это был Игорь, да? Да, да. Игорь, спасибо, все правильно. Я хочу обратить внимание на вот это слово, то есть на зеленом фоне, то, что мы... То, что я выделяю зеленым фоном, это... Это слова, которые я вставил в словарь. Я, к сожалению, немножко забыл и только вот час назад поставил в нашу группу в Телеграм. Два файла. Первое – это то, что вы видите на экране. И второе – это файл, который называется «Словарь». Рейшит, 83, 83 – это номер, порядковый номер в текущего года начавшегося. То есть наш цикл сейчас идет 5783 год. Так вот, «покеях» означает именно раскрытие глаз. То есть если человек смотрит и не видит, да, хотя у него глаза открыты. Почему? По каким-то психическим соображениям. И вдруг ему дано увидеть, вот, тоже этот глагол используется. Сейчас, я хочу полсекунды только спросить, а вы видите текст на экране? Да. Да, видите? Да. Окей, почему меня в телефоне не видно? Ну, хорошо, все беседы, а я слегка. Да, да, спасибо. Так, кто берется за следующую фразу? Ну, могу я. Меня слышно? Слышно, да. Кто вы, как мы вас увидим? Александр меня зовут. Александр, так. Вы так и назвали здесь в списке, да? Вот я в списке себя не вижу. Я на этом в телеграмме, я Александр Нисков. А как в списке, вот тут я сейчас... Понятно. Это как вы себя назвали в программе, наверное? Да. Хорошо, Александр, мы постараемся не забыть вас включать в очередь. Хорошо. Мы сейчас читаем, да? Спасибо, Александр. У меня будет вам просьба читать чуть помедленнее, чтобы все успевали следить. Понял вас. Спасибо. Так, и увидела женщина, Иша, что хорошо дерево для еды, для махаль. Ахаль, совершенно верно слово, ухаль, да? В и вожделение, оно для глаз. И в энэхмат хаец лэгаскиль. Вот тут вот и желанное дерево... Вот лэгаскиль, тут я два варианта встречал. У меня вот в кокле и сраиле, старый, есть клюк цумахан, да? То есть сделать, это на идиша, в переводе с идиша, сделать умным. То есть желанное дерево, чтобы стать умным... Умудрить, да. Умудрить. От слова стейхил-сехл. Да, 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 точно. А второй вариант, это по торгумам, которые вот все три торгума, и онкелас, и иерусалимский, и ионатан, да, и торгум гашфиим, они все переводят как лэистакэль, то есть лэистакала по-арамейски, но лэистакэль, то есть по-еврейски лэистакэль, это значит смотреть, то есть оно вожделенно для глаз, его созерцать. А, на вид, да? На вид, да, то есть другой смысл немножко, да. Привесит на вид. Интересная мысль, да, конечно. Стоит принять внимание, да? Да, это вот, это комментаторы так, причем комментаторы расходятся, я разные комментарии читал у меня там, вот. Да, стоит сказать несколько слов, что такое торгум, но давайте сначала завершим фразу, да? Да, 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 да. В эти кахме перьёй, и взяла от плодов его, в эту кахме и ела, в эти тэн, и дала также мужу её, вот здесь Иша, не с Дагешем, то есть, ну, смотри, этой точки, это значит, что она... Это не доежда, в данном случае, да, в Гэе это называется мапик, да? Мапик, да. Иша, это значит муж её, да. Муж её, да. Има, та же самая точка, с ней, да? С ней, да, 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 муж её с ней, да. Да, да, и он ел, и тут важный момент тоже, вот, я бы тоже обратил внимание, вот, има, да, то есть, можно было бы написать эс-эт, то есть, вот этот вот предлог можно было бы использовать эд, и так, да. То есть, и так, и так, да. Да, и так можно было бы, но дело в том, что вот как раз вот интересный момент, вот у Мальби, я вычитал, в книге Ейр-Ор, там он как раз описывает вот эти вот разные синонимы, да, и их разница. Ага. И вот, има, это они солидарны были, вот когда и та, это значит, что он мог с ней соглашаться, или она могла с ним не соглашаться, но они вместе что-то делали, вот такой вот смысл. А има, это значит, что они, что они вместе, и он был с ней полностью солидарен, то есть, она его не обманула, как бы, да, вот, не подсунула ему какое-то яблоко, а он или не допонял, или не разглядел, или вообще не знал, что это из дерева сада, вот. Вот, а она вот ему просто так вот к свинью подложила, как говорится, то есть, преподнесла ему, и он вот попал в такую ситуацию. Здесь именно он был с ней солидарен полностью, вот это вот, и поэтому и масты, а не та. Замечательно, спасибо огромное, Александр. Я должен, я могу только добавить, что им, однокоренное со словом ам, народ, то есть, народ, это когда все вместе. Не просто случайные люди собрались в одном месте, а действительно это нечто одно целое. Да, спасибо. Пару слов по поводу того, что такое терпум, Александр, если вы скажете, буду только рад. Если нет, буквально слово, пару фраз я скажу. Значит, как мы знаем довольно давно, иврит уже не использовался как разговорный язык, и народ более понимал язык арамейский. Поэтому существовала даже специальная должность переводчика, то есть, тот, кто стоял рядом с частицом Торы, и каждую фразу, прочитанную в Торе на иврите, переводил на арамейский язык для всей честной компании. Но существуют переводы классические, вот, в частности, то, что мы с Александром, точнее, Александр со мной сегодня вспомнили. Так вот, именно их имеют в виду, когда говорят терпума, что такое терпума, буквально перевод. Ну и что перевод? Дело в том, что эти переводы были сделаны и зафиксированы в то время, когда устная Тора еще была устной. И если мы опасаемся, что от того времени до фиксации письменной устной Торы что-то было потеряно, то, во всяком случае, то, что было записано в терпуме, было записано значительно раньше, чем вся остальная устная Тора, то есть, фиксация Мишны. Поэтому терпум дает нам не только перевод на арамейский язык, но и понимание всех случаев, когда используются, когда могут использоваться синонимы или разные значения одного и того же слова. Так что терпум – это не просто перевод, но отчасти комментарий. Спасибо, спасибо, все замечательно. Скажите, пожалуйста, чем терпум отличается от терпума? Можно сказать так, можно сказать сяк. Я просто привык говорю. Это одно и то же терпум, а ты перевод на арамейский терпум тоже, да? Спасибо. Ну, есть различия, да. Так, фраза «Заин кто-то хочет подхватить?» Так. Анна, никто не включил пока микрофон, да? У нас у Елены все время включен микрофон, но, как я понимаю, она… Нет, я не читаю, не читаю, спасибо. Хорошо, хорошо. У нас нету порядка, кто изъявит желание просто или есть какой-то порядок? Нет, у нас постоянные участники, они по порядку. Ну, если люди приходят, те, кто от времени от времени, мы пока еще… Они у нас пока как бы после. Ну, потом, если вы будете постоянными, мы тоже будем, и у вас будет тоже своя очередь. Имеется в виду, что сейчас мы определяем вот этот порядок. Сейчас спрашивают, все молчат просто, вы постоянные, что вы молчите? Потому что если постоянные молчат, сейчас мы опять возвращаемся к первому, к учителю, преподавательному читателю. Если кто-то из тех, кто еще не прочитал, желает прочитать, включите микрофон, мы увидим, мы поставим его в очередь именно вот в этом месте, то есть после Александра, да? И в следующий раз уже после Александра он будет читать. Если же этого не будет, то мы начинаем цикл сначала с меня. А крупного заканчивается, понятно. Ну, с меня он начинается, будем считать, так? Анна, вы видите где-то включенный микрофон? Я не вижу. Ну, давайте начнем читать. Раз молчат, мы молчим. Да, прошу извините, у меня просто связь тут прервалась, да. Ну, в общем, я, наверное, договорил по торгумам, да, то есть мы, наверное, больше... Вот, то есть, в принципе, всем понятно, не буду дальше отнимать время, да. Так, хорошо. Тогда я, Зайн. Извините. Извините. Вот это слово, конечно, имеет корень «паках», как вот мы видели его, да, и раскрылись. А вот этот суффикс «на», он считается сейчас архаичным, но все же в грамматиках он отмечается как множественное число третьего лица женского рода. И открылись, раскрылись, эйнейшнагем глаза обоих, то есть мужчины и женщины, да, и узнали, что арумимгем, что они голые, то есть осознали, что они обнажены. Ва-ит-пэру, корень здесь тав-пэй-рэш, что означает «сшивать», да, и сшили а-ле-те-эна, листья инжира, инжир фига, да. Кстати, может быть, по этой причине вот такой афемизм используется, иногда фиговый лист, да. Если вы вспомните, да, листья инжира, они достаточно большие, и по форме они, в общем, напоминают некоторым образом набедренную повязку, да. Ва-я-асулагем и сделали для себя хагород. Хагора – это буквально пояс, ремень, да, то есть сделали что-то прикрыть наготу. Хэт, пожалуйста, Анна. А вот еще вот этот суффикс, вот эта форма – это не только третье лицо женский род, может, на число, но и второе, по-моему. Второе лицо, совершенно верно, да. Несмотря на то, что там обычно она воспринимается как второе лицо, да, это вы и второе лицо, и третье, просто здесь это используете, как третье лицо. Да, совершенно верно. Можно, да, вот сразу по ходу предложения, вот по этому корню «Айн Рейшмен». Вот я в книге «Сефар Шарашим» Раби Давида Кимки пытался понять одну вещь, почему… Вот смотрите, однокоренные слова, получается, голый, да, и арум, вроде бы коварный. То есть нигде ли вы не находили такой комментарий, что вот это вот коварство, да, оно в итоге приводит к тому, что человек остается голым в плане, ну, не только Валамгазе, может быть, да, то есть в этом мире, если вот это его коварство приводит к тому, что в итоге он разоряется. Ну, и в первую очередь Валамгаба, а именно он может либо вообще лишиться Валамгаба, либо иметь, ну, либо прийти на тот свет ни с чем. Вот в частности у Раши есть один такой комментарий, что когда они оказались голыми, да, увидели себя голыми, он задается вопросом, а как же так, ведь даже слепой человек понимает, что он голый. Как они могли не знать, что они голые до того, как что-то съели? И тут он объясняет, что голые в плане заповедей. Им была дана одна заповедь, они ее не выполнили, и голые пришли в плане вот духовного. И оказались неприкрытыми, понятно, да. То есть голые в значении без всего, лишенные всего. Да, да, да. У них, у них, у них, и вот, а вот еще такой вопрос, вот они были Арумим, помните, вот когда перед этим, а здесь Эйрумим, то есть Юдом, это почему так, вы не знаете? Нет, я ничего не могу сказать, нет, не знаю. В чем это связано? А, ну понял, понял, спасибо. И вот тут еще два дополнения немножко вот по этому, по Алле я хотел тоже сказать, интересное, на мой взгляд, дополнение. Вот здесь Алле в единственном числе стоит, лист, не листья, а лист. Алле, да. То есть они как будто бы сшили лист. Но, и вот есть комментаторы, которые отмечают, что у Шамраним, у самаритян, у них написано Алле в Торе. Множественное, да? Множественное, да. И вот они говорят, что вот самаритяне явно что-то там подделывали, потому что, есть такой комментатор, который говорит, что в данном случае Алле это собирательный образ, да, то есть это собирательное, существительное, вот как мы знаем, Сфардея, вот там вот вышла лягушка, и здесь в данном случае он обозначает много листьев, и здесь он должен стоять в единственном числе. И еще по ТНА один момент тоже важный, на мой взгляд. ТНА не только смоковница, то есть точнее как, в современном иврите это только смоковница должна быть, но там, в древнем иврите, есть дискуссия по поводу того, что это может быть и виноград, и пшеница. Нет, 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 не совсем так, но я слышал, я слышал, что здесь речь идет не о том, от чего они взяли лист, а то, чем именно является вот это вот древо познания, само древо познания. Оно же не названо никак, да? То, что кто-то представляет этот плод в виде яблока, ошибка, ошибка восходящая к тому, что те же самые художники, которые рисовали картины «Суд Париса», где явно яблоко, да, рисовали и Адама с Евой и с этим змеем, ну и заодно тоже яблоко нарисовали. Нет, 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 это не в этом смысле, по-латински это латинского перевода, по-латински и слово грех, и слово яблоко, они аммонимы, но близкие по звучанию. А, еще и так. Малюм, 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 малюс, по-моему, малюм и малюс как-то похоже звучат, поэтому отсюда, отсюда и из латинского перевода Библия идет. Мне просто страшно с вами вступать в дискуссию. Это я еще и слышала от одного там католического священника, но много лет назад, откуда яблоко, потому что на самом деле, конечно, не яблоко. А тут речь сейчас о том, какое дерево, вот это вот, да, от этого города. Да, я именно по переводу ТНа слышал, что вот это именно или виноград, это я, кстати, слышал от Равы Ицкака Зильбера, Зихруноца Дикого Врака, он об этом говорил, что в Талмуге там вот дискутируется. То есть именно я почему акцентировал внимание, потому что в современном мире все однозначно, то есть ТНа это смоковница, инжир, а вот в Талмуге там были, есть вопросы по поводу того, что означает ТНа. Еще Рошу приписывается комментарий, что это вообще, говоря, связано с, он выводит то она, это придирка, там повод, и как бы из-за которого пострадал весь мир. То есть он тоже вот такую. Понятно, понятно. Любовызно, да. Спасибо, спасибо. Так, что это было? Я, кажется, перевел фразу «Зайн», и теперь «Анне достается хэт», да? Да. Да, слушаем. И услышали голос Всевышнего Бога, как бы прохаживающегося, прогуливающегося по саду. Ну, там, правда, комментаторы говорят, что прогуливался, иметь в виду голос, Коля, это все-таки слово Митхаллах относится к голосу, а не к Всевышнему, но Всевышнему не прохаживающемуся. Всевышнему не прохаживающемуся, что он там, в самом деле, по саду. Лару ага айом, ну, как бы, в духе дня получается, ну, обычно переводят в прохладе дня, как бы ветер, ветер, прохлада, что-то такое. В дуновении. Ох, это еще и ветер, наверное. Ветер, дуновение дня, вот так вот. Ветхабе, ну, вот тут, получается, спрятался, переводят, как спрятался Адам и жена его от лица Всевышнего Бога и среди деревьев, в центре, в середине, между деревьями. Да, да, совершенно верно. Значит, Митхаллах, почему здесь именно такая форма, то есть корень Галлах стоит Гитпаэле. Я не помню, что были какие-то объяснения, но если мы делаем, если мы ставим задачу, мы-таки, да, ставим задачу, давай, дословный перевод, да, то МИД это всегда сяпы. Получается, прогуливался, гулял себе. Да? Да, спасибо, Анна, все правильно. Можно я по трем словам вот прокомментирую? Вот по поводу Ларуа Гайон в прокладе дня, комментарий видел по поводу того, что это имеется в виду, что это на западной стороне, то есть там, где солнце заходит, да, вот есть такой комментарий. Второй момент, по слову вот этого Гитхабе, по корню Хэт, Бэт, Алэф, значит, есть вот интересное замечание в Яйрор, да, чем отличается вот этот корень, да, прятаться от Сотэр, да, то есть есть такой Сотар, да, Листор, спрятаться, Бесетер, в засаде сидеть, вот есть разница. Вот Гитхабе, это именно прятаться от преследования, а Сотэр, это может наоборот, вот мы засели в засаду, ждем кого-то, охотимся, это не от преследования. Это не нападение, понятно, скрыть тебя. Да, это у Мальбина. Легист Сотэр, понятно. Да, спасибо. И еще один момент, вот по поводу Мипне, оно выделено желтым, я тоже обратил на него внимание, тоже вот у Мальбина в Яйрор, в этой же книге, тоже интересный момент есть, у нас же есть еще слово Мелифней, Мелифней, как, вот помните, у вас в книге Эстер, и Мордыха, яца Мелифней, Гамела. Так вот, Мелифней, это выходить величественно, а Мипней, это убегать от наказания, от Онэш, он так и пишет, Онэш, то есть когда, от того, от наказующего, то есть именно вот здесь в данном случае подчеркнуто, что он прятался от преследований и убегал от, пытался избежать наказания. Вот поэтому Мипней, а не Мелифней. Понятно, понимаю, да. Да, Лёва Грифней, спасибо. Так, Тед, как всегда, Тимофею достается, да? Да. Тед, в экране Ашен Элки, Эль Адам, Вэмерло Аяка. Ох! И воззвал Всевышний к человеку, когда ему, и сказал ему, Аяка, где же ты? Где ты, совершенно верно. А, Е, это задает вопрос, а К, это, да, это где, а К, это, как вы понимаете, ты, да? Да, местоименный суффикс. Вот я, можно, вот, кстати, тоже интересный момент, то я уже... Да, хорош уже. А то, а что, да, не, 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 ну ладно, как, неинтересно или нет? Интересно, просто задача почитать стоит, времени, как бы не сильно комментировать, может, каждое слово. Я лично от себя стараюсь давать больше текста, чтобы мы успели пройти... Потому что, да, людям, людям, все-таки почитать хочется, да, у нас... А, ну, почитай, да, хорошо, ладно. Да, 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 всегда есть что сказать, но приходится ограничивать себя. Не обижайтесь, пожалуйста, как бы очень интересно, что, ну, надо потренировать чтение. Огромное спасибо, это верно. У нас у людей разного, у нас некоторые, вот, ведь чудо продвинутые все читают, а некоторые только-только, вот, только читать учатся, поэтому, как бы, им-то это тоже... А, понял, 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 понятно. У нас просто нескоренная задача стоит, да. Есть группа в Телеграме, если у вас есть какие-то замечания, пожелания, пожалуйста, милости просим. Книга, жалоба, предложения всегда открыта. Можно все это в группе, все эти комментарии, примечания к тексту. Ну, смотрите, да, да. Все с удовольствием почитаем. Если вот Александр много так знает и столько всего прочитал, ну, пожалуйста, это будет очень классно. Да, будет очень. Классно, если он будет это все выложить в группе, просто шикарно. Да, да, это будет очень. Тут было просто интересно, я хотел объяснить разницу между АЕ и Эйфа, но если это неинтересно, в чем разница? АЕ – это где, и Эйфа – это где? Ну, поскольку это имеет отношение к нашей задаче, то есть понимание именно слов, языка, то я лично за то, что вы послушаете. Алло, алло, алло. Похоже, Александра выбросил. Ой, какая неприятность. Давайте я пока прочитаю, потом он появится. Да, давайте, давайте, да. Александр появится, мы просто передадим вам. Ва-йома-эт-колэха-шамати-баган. Ва-эр-я-ки-э-ром-ан-охи. Ва-э-хавэ. Ва-э-хавэ. Да. И сказал, голос твой я услышал в саду и испугался, ибо голый я и спрятался. И спрятался, совершенно верно, да. Так. Ва-и-ра от слова ер-а. Ер-а-страх. Да, спасибо. Людмила, да? Да. Да, все правильно. Ну, замечательно. Скажите, где вы читаете, пожалуйста, я потерялась. Мы в Ют-Алефе сейчас должны прочитать. Алло. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо, да. Так. Ют-Алеф чей? Игорь. Игорь. Да, да. Игорь, да. Да. Ва-э-э-э-р. Ми-и-гид-леха-ки-э-ром-ата-а-мин-а-эц-а-шэр-циви-тиха. Ле-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- Кто сказал тебе, что ты голый? Что ты голый, да, что ты голый. Обратите внимание, мин – это от, из, да, а вот этот гей с вот этой гласовкой, хатав-патах, образует вопрос. От, не от дерева ли, буквально как-то вот так. Не от дерева ли, которое приказал… Цирит тихо. Цирит тихо, приказал я тебе, да, я тебе, левлети. Вот это слово, да, незнакомое левлети. Билти, как бы, кто бы не, да. А бильти в шари еще говорят, это это же самое. Бильти в шари, да, верно, в этом выражении тоже, да. Ахальмемену. Ел от него едя, ел от него едя. Да, нет, ахал – это просто ты ел, да. А ел от него, да. Да, то есть не от дерева ли, которое я приказал тебе, чтобы ты не ел от него, ты ел. Да, 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 именно так. Да, Игорь, спасибо, все правильно. Смотрите, пожалуйста, первое слово, как ударение. Какое слово? Первое слово в какой фразе? Вайомер. Вайомер. Я читаю Вайомер. Смотрите, я беру ресурс, в котором проставлены огласовки и четкий шрифт, но не проставлены знаки конселяции. Если вы найдете другой ресурс, обратите внимание, что знаки конселяции проставлены под ударным слогом. И это помогает в тени. А вообще у нас есть специалист. Она не всегда приходит. Вайомер, а прочитали по-другому. И тут нет знака конселяции. Да, тут знаков нет, тут они не расставлены. Вайомер, можно сказать, Вайомер. Да, в принципе, я не вижу большой разницы. Я вам скажу честно, я привык читать по шкиноске, и немножко это меня может сбивать. А шкиносы они на первое слово, как по-немецки, да, ставят? Да, на предоследие, да. Тяготеют. А сефарда к последнему слову тяготеют, как по-арабски. Скорее, да. Так. Юдбет, наверное, должен быть Александр. Должен быть Александр, но вот Александр здесь пришел. Я очень прошу, если будет возможность передать ему. Так, я подключился. Он здесь. Александр, да. Прошу извините, я подключился, так что я должен читать. Скажите, пожалуйста. Юдбет, пожалуйста, Александр, читайте. Юдбет. А, Вайомер Гаадам. Вайомер Гаадам. Гайша Ашернатата Имади. Так, тут я не вижу. Гайша Ашернатата Имади. Я просто закрываю. Сейчас я закрою этот. Ага. Так, да. Вот. Так. Гайша Ашернатата Имади. Ги. Ги. Натна. Натна лі Мингаец. Ва Охэль. Да. Сказал Адам. Жена, женщина, жена, которую ты дал, тут Имади, это со мной. Со мною, да. Со мною. Ги. Натна. Она дала мне с дерева, с того, с определенного дерева, тут определенный артикль. И я ел. И я ел. Да, да, да. Совершенно верно. Да, спасибо. Извините, что так получилось. Просто вы исчезли, но это... Не подумайте, что это каким-то образом наша вина. А, нет, нет. Это я понял. Спасибо. Это у меня просто тут, может быть, сбой какой-то со связью. Да, мы ждали вас. Спасибо, спасибо. Да, 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 именно так. Вот. Ну, тут тоже понятно. Вот это слово Имади, это тоже как бы производное слово Им. Им, это, как вот Александр нам только что объяснил, да, это не просто вместе, но совместно. То есть как бы одним духом. А вот Имади, Имади, я думала, последний слог ударения. Я тоже думаю Имади. Да. В всяком случае, я слышал вот так, да. Смотрите, если читающий делает ошибку непринципиальную, даже не обращая на это внимания, допустим, вместо ВА прочитал ВЭ, это с сути не меняется. Даже когда чтец в синагонии делает такую ошибку, его не должны поправлять. Не, я просто, вы видите, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, поэтому мне это важно, чтобы... Понятно. Ну, как я понимаю, есть же два варианта чтения, по-шлифардски и по-ашкеназски. Так что, в принципе, никто же не как бы не ошибся. Ашкеназский разрешается, он спускается в ашкеназских миниатрах. Я, например, просто кладь нахать называется в таких случаях, но, может быть, кто-то не привык, ему это кажется странным, так? Ну, вот здесь, подобрать внимание, что иногда вот слово ГИ пишется не с Юдом, а с Павом, но читается именно ГИ. Да, то есть ориентируемся по голосовке. Так, Юд, Гимел, чей? Так, получается, мой. Так, ага. А я читал? Так, подождите, Александр. Значит, теперь вы. Значит, вы. Да, наверное, я. Да, наверное, я. 13, но это же мой любимый номер, конечно. Вот так, да? Заложила женщина-змея и сказал Всевышний, бог всесильный женщине, что это сделала ты? И сказала она, и сказала женщине. Змей совратил меня из я. Такой дословный перевод. Можно посмотреть в словаре, да? И я кушала, да? Совратил, сдвинул меня, сбил с панталыку. Да, все, змей виноват. А что мне надо было поддаваться на провокацию, это она не сказала. Вот такие вот они женщины. Ой-ой-ой, а то муж до нее свалил. Ей тоже надо было что-то придумать, что ей так обидно, жену, что это так. Да, это верно. А вот скажите Охель, Ва Охель, что за это же? Охель. Охель. Это причастие, да? А почему? Понимаю, как это получается прошедшим у нас переводится. По смыслу получается, да, прошедшее время. А формально Ва Охель, да, кроме как причастие, как перевести. Ахалти, да. Ахалти, да, ахалти женщина должна была сказать. Да, или Нэхаль, или было съедено, да. И кушающий. Кушающий, или как это, что это? Более того, это стоит Ва Охалти. Смотрите, может быть, может быть, это будущее время перевернутое в прошедшее. Да, и в первом лице, да. Просто Альф корневой считает. А вот этот Альф – это префикс будущего времени. Ну, тут это очень нетипичный глагол, да. Я, например, что не совсем правильно, да, вместо будущего времени использую Те Эхоль. Хотя все говорят ТОХАЛЬ. Дело в том, что ТОХАЛЬ, очень многие путают с ТУХАЛЬ. ТУХАЛЬ – это ты будешь кушать, а ТУХАЛЬ – это ты сможешь, да. Я подчеркиваю, это ТЭХОЛЬ, поскольку инфинитив такой. Эта форма считается уже грамматически неверной. ТОХАЛЬ – это имперфект и с СВАВом. Не слышу? Имперфект с СВАВом, как бы, получается. Вот этот ВАЙКТОЛЬ. Да, да, может быть, может быть. Пожалуй, так, да. И я кушала, да. То есть в будущее время я буду кушать, а прощать, что я съела. Да, хорошо. Так, спасибо мне. Анна, пожалуйста, Евдаль. И сказал Всевышний Бог змею, за то, что потому, что сделал ты это, проклят ты из всех животных, из всякого скота и всех животных полевых. То есть из всех, видимо, домашних и диких, и домашних. На животе, на чреве своем будешь передвигаться, и прах кушать, кушать будешь во все дни жизни твоей. Да, да, совершенно верно. Если я возьму на себя роль Александра, я скажу, тут можно много чего сказать. Во-первых, у Змея Всевышний сказал, Змею, ты будешь ходить на брюхи. То есть раньше у него были ноги, получается, раз он до этого не на брюхи ходил, а потом на пузе ходил. Потом Всевышний Змею ничего не спрашивает, а почему ты это сделал. Потому что, говорит, в Раше написано, что подстрекателю достается больше всех. То есть его даже не спрашивают, а почему ты сделал, зачем ты сделал. Ему сразу говорят, кто ты сделал. А может себя кто-то подстрелил. Ты получи, заполучи. Потому что ты самый виноватый получаешь из всей компании. Крайний попался, да. Да. Да, спасибо, все время. Все верно. Вы скажете, что прах будешь... Почему он сказан, прах будешь кушать? Потому что, чтобы ты... Прах-то полно кругом. Будешь пол... Еды полно. Ты будешь никогда ко мне не обращаться. Не будешь... Мне не будет нуждаться. Я тебе стану не нужен. Да, да, да. Ты не будешь нуждаться в связи со Всевышним. Да, это ужасно. На самом деле, действительно, очень сильное наказание. Я хотел сказать еще пару слов по поводу вот этого слова. Гихон-гихон. Гихон-брюхо используется, например, когда... Да, сказанно, не может выпустить шасси и вынужден приземляться. Это именно так и называется на брюхо. Да. Так, спасибо. Спасибо, Анна. Что интересно, прах кушает не змей в природе, а червяк как раз. Червяк, верно, да, да. Ну, что-то... Так. Тимофей, Тимофей, мы микрофон передали. Да, Тимофей сказал, да. А то все хотят ученость показать. Это вражда, да. Однокоренное ОЕВ, да. А СИТ, да. Сделаем. Нет, это же неизвестное, как вы знаете. Почему ШИН? Вы читаете АСИТ? А ШИТ, конечно. А ШИТ, конечно. Да, это не ОСЭ, которая через АИН, да, а это... Да, вот посмотрите в словаре, просто чтобы мне не открывать новый файл. Взгляните, пожалуйста. Я, очевидно, это слово выписал, да. Есть у кого-то на ходу? Так. Нет, никто не включил. Так, пока... Так, тогда я посмотрю, так. Перевод положу. Я еще и накладывать. Накладывать. Накладывать ограничения или наказания. Вот что мне это дает. Так. И вражду. И вражду, ну, обычно переводят вражду положу. Вейн ха у вейн гаиша. Между тобой и между женщиной. Женщиной, да. И между твоим потомством. И между ее потомством. Он. Потомством ешу ха. О, да, вот это гейс мопиком, да. Да. Потомством ешу ха. Он, то есть потомство, да. Да, будет разить тебя в голову. Да. Ты шухтайну. Ты будешь жалить пятку. Ты будешь их жалить в акев. Акев это пятка. Да, да, да. Ну, а куда же еще змей может достать, да? Хотя случаи бывают разные. Да, спасибо, Тимофей. Все верно. Тет, Зайн, чей? Людмила. У нас есть Людмила, да. Эль, Хайша, Амар. Харбэ, Арбэ, Ицзвонэх, Вэхронэх, Вээцев, Тэлди, Баним, Вээль, Ишэх, Ишэх. Ишэх. Тешукатех Вэу Имшаль Бах Да, да Женщине сказал Много Усилю много Да Усилю очень усилю Да Твои страдания Да, пожалуй Печали, да Скорее печали Хэронэх Это что, я не знаю Хэрайон это беременность И беременность Да, то есть до этого женщина Рожала практически моментально Баэцем Ну как бы Вмутся в печали Да, 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 верно Будешь ты Рожать сыновей И муж твой К мужу твоему Тешукатех Ну я только помню Влечение, стремление Стремление Да, стремление Влечение твое, да Шинкуф Алиф Тешука Тешука Да, да Не знаю Наверное Шек Хотя не уверен Может быть Тешик И он Наверное Властвовать Тобой Да Лимшоль Это Именно управлять Властвовать Да Мошель Это Владыка Властитель Да Спасибо Людмила Все правильно Так Все правильно Юд Зайн Так Игорь У нас есть Игорь Да И после Потом Александр Улеадам Уп Так Секунду Да Улеадам Амар Ки Ки Шамата Лекол Иштеха Ве Тухал Мина Ац Ашер Цивитиха Леомор Ло Тухал Мемено Арура Адама Бе Авор Ха Бе Бе Авор Адама Бе Бе Авор Ха Бе И Цавун То Тух Лена Коль Ямей Ха Да 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 Улеадам Амар И Человек Сказал Ки Шамата Лекол Так Как Слушал Послушался Голоса Иштеха Женщины Твоей Женщины Твоей Да Ва Тохаль И ты Съел И ты Съел От дерева Которого Приказал Сказав Не Цивитиха Приказал Я тебе Да Леймор Говоря Лото Хальмемену Не ешь От него Ару Крата Земля Ба Амур Реха Да Из-за тебя Да Из-за тебя Да Б И Цавон Тоже самое Слово Что у нас Было В отношении Женщины Да В горести В грусти Да В горести То Хлена Будешь Есть Да Будешь Есть Будешь Есть Вот этот Суффикс Нам Встречался Да Это Множественное Число Женского Рода Будешь Есть Их Кого Их Я Честно Говоря Не знаю К чему Это Применить Но Смысл Будешь Есть Урожай Да То есть То что Даст Это Земля Это По Смыслу А точный Перевод Почему Здесь Такая Форма Сказать Не Могу Коль Емей Ха Ехо Все Дни Жизни Твоей Да Да Верно Спасибо Игорь Да Все Правильно Все Правильно Так Спасибо Александр Юдхет Да Вы С нами Да Александр Ага Так Векот Ведардар Тацмиах Лах Вэхалта Эт Эйсэф Асадэ Коц Эдардар Это Ну переводится Это как Василек В общем сорняки Два вида сорняков В современном Маврите Там Василек И еще что-то Там такое Вот Будут Расти У тебя Она произрастит Тебя точнее Да А Да Она Произрастит Земля Произрастит Да Смех Да Понял Игохалта И будешь ты Есть Траву Поля Траву Полевую Траву Полевую Да Да Совершенно верно Да Спасибо Александр Так Теперь Наверное Я Наше время Подходит К концу Я хочу Дочитать Ну хотя бы До какого-то Более-менее Положительного Момента Поэтому Я сейчас Беру на секреты Побыстрее Закончить Ба Зе Ад Апеха Дохаль Лехем Ад Шувха Эль Адама Ким Имена Лукахта Ки Афар Ата Вэль Афар Ташув Зи А Это Пот В поте Апеха Лица Твоего Ты будешь Кушать Хлеб До того Времени Как Шув Ха До возвращения Твоего Эля Адама В землю Потому что Из нее Лукахта Ты был Взят Ки Афар Ата Ибо Прах Ты Вэль Афар Ташув И в прах Ты Возвратишься Отсюда Выводятся Два момента Аллахи Если Если пот Человека Попал На еду Да То Этот Продукт Есть Не следует Но Исключение Это Именно Пот Лица Если С лица Капнул Капнул Пот Допустим На кусок хлеба То хлеб Остается Съедобным Да И второе Что Когда человек Умер Его следует Похоронить В земле А не Утилизировать Его Тело Его труб Каким-то Другим Способом Да Вплоть до того Что даже Если человек Завещал Например Прах Свой Развеять Где-то По ветру Да Мы Не должны Послушаться Этого И я Прочитаю Каф И Каф Алиф И назвал Человек Имя Жены Его Хава Слово Хава Происходит От корня Хай Живой Хава Это та Которая Дает Жизнь В современном Еврейсе Слово Хава Правда Пишется Обычно С двумя Вав Чтобы Не прочитать Это как У Да Это ферма Да Потому что Она Была Матерью Всего Живого Да Все человечество Произошло От нее Вая Ас Ашем Элуким Ла Адам И что Катнот Ор Ва Ял Бишем И сделал Бог Всесильный Человеку И жене Его Катнот Что такое Катонет Это Одеяние Да Как Катонет Как Убашка Например Убашка Юсефа Да Это же слово Использовано Да Из кожи И Одел Их По этому поводу Например Делается вывод Что до этого Кожный покров Человек был Иным Но тем не менее По простому Смыслу Да Бог Не оставил Их Голыми И не оставил Им Вот то Одеяние Которое Они сделали Из Листьев Некое В растение Да Но Продемонстрировал Им Что и здесь Он идет Навстречу Да Сделал им Одеяние Из кожи Из шкуры Как то вот так Ну вот здесь Вот мы наверное Остановимся Хотя осталось Нам чуть-чуть А получается Под носа Да Ну Подословно Не под лица А под носа Ну Да Да Стремно Интересно Да Так Ну осталось Всего ничего Я надеюсь Что Файл словаря Поможет вам И вот С теми словами Которые я тут Выделил Будем считать Что мы разобрали Третий парадраф Всем спасибо За Внимание И дальше Мы продолжим Как минимум В таком составе Очень рад Тем кто к нам Сегодня присоединился Большое спасибо 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 вам Спасибо большое Спасибо огромное Спасибо До свидания Спасибо Счастливо Всего доброго Всем до свидания Спасибо Так Натан Выключает записи Да Счастливо 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 Счастливо